Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов. Торгово-технологический колледж будет сотрудничать с предприятиями Калмыкии. Первый заместитель председателя правительства министра финансов Республики Калмыкия Чарушургучеев, министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий, замминистра образования Герман Санжарыков посетили торгово-технологический колледж. Директор учреждения Саналов Шинов показал материально-техническое оснащение колледжа и рассказал гостям об организации образовательного процесса, в частности о профессиях и специальностях, которые реализует учебное заведение, информацию о ежегодном наборе, выпуске и трудоустройстве выпускников. По итогам между министром экономики и торговли и руководителем учреждения была достигнута договоренность о взаимном сотрудничестве колледжа с предприятиями региона. Благодаря министерству у студентов появится возможность пройти производственную практику, познакомиться с рабочим процессом на местах и получить новый опыт. Кроме того, необходимо провести мониторинг рынка, чтобы выяснить, в каких специалистах нуждаются работодатели. Ориентируясь на это, колледж сможет подготавливать необходимые кадры на вакантные рабочие места. Глава администрации Листы Дмитрий Трапезников проинспектировал ход работ в ледовом комплексе «Джунгар». Сейчас там запущена котельная для прогрева помещения. На ледовом поле ведутся работы по монтажу ямы-таяния, боксов для игроков и укрепляются защитные стекла на бортах. Уже доставлена ледозаливочная машина. В ближайшее время начнется набор персонала с последующей отправкой на обучение. Благоустройство прилегающей территории запланировано на 1 марта. Кроме того, недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, устраняются. Строительство ледового катка находится на строгом контроле руководства региона. Цифровая графика как вид искусства. В галерее художников и мастеров народного декоративно-прикладного искусства открылась выставка 14-летней воспитанницы творческой студии «Леонардик» Валерии Чернявских. В экспозиции около двух десятков компьютерных работ восьмиклассницы. Что рисуют современные подростки и может ли хобби стать профессией, узнавала моя коллега Полина Бевинова. Слезы от нахлынувших эмоций на глазах Валерии Чернявских можно понять. Персональная выставка в столь юном возрасте, цветы, теплые слова поздравлений и пожеланий от самых дорогих и любимых людей придали вечеру атмосферу сентиментальности. А гордиться близким действительно есть чем. Всего за два года Лера с помощью своего педагога из творческой студии «Леонардик» Баиры Буваевой научилась виртуозно создавать рисунки в фотошопе. Ее последнее достижение – победа в международном конкурсе от «Союзмультфильма» за лучшую режиссуру. На создание одной картины у Валерии уходит около недели. Бывает, что работает и до утра. При этом девочка – круглая отличница. Рассматривая экспозицию, нетрудно заметить, что рисовать Лера предпочитает портреты. Особое внимание уделяет взгляду. «Обычно я смотрю на взгляд, но он многое говорит о людях. Я бы хотела нарисовать иллюстрацию, книги какую-нибудь и комикс. Студия «Леонардик» там, установка такая домашняя, и руководитель относится к нам всем с пониманием, добротой. Она меня всему научила. То есть я, когда пришла, вообще ничего не знала, ничего не умела. Я выучила правила светотени, композиции и вот пошла рисовать в фотошопе». Говоря о планах, Валерия поделилась, что хочет связать свою жизнь с графическим дизайном. Она своим примером говорит, что с помощью компьютера можно не только играть, но и развиваться и даже получить востребованную профессию. «И выставкой мы хотим сказать, что дети рисующие, которые стремятся развиваться в программах, в цифровой графике, что это несложно, что мы готовы поддерживать, мы вообще всячески приветствуем таких детей, что компьютеры – это не только компьютерные игры, компьютерная зависимость, лайки, тик-токи и все такое прочее. То есть можно уже с такого юного возраста как-то профориентироваться и уже выбирать профессию, потому что на самом деле выбора именно в цифровой графике достаточно много. Дизайнеры, гейм-арт, как раз-таки кто любит компьютерные игры, вполне могут податься в гейм-арт. Это самые высокоплачивые художники на сегодняшний день, иллюстраторы, так как я художник книг, и также цифровые патриоты. На самом деле очень много, много-много-много таких ниш, где можно использовать эти способности, таланты». В этот вечер Валерию посвятили в художественное братство. Ведь показав свои работы широкой аудитории, она доверила зрителю, приоткрыла внутренний мир и поделила своим творческим видением. Поздравить девушку с персональной выставкой пришли одноклассники, подруги и, конечно же, такие, как она, увлеченные цифровой живописью ребята. «Она занималась фотошопом еще тогда, когда я на бумаге рисовал, и я вот недавно начал тоже заниматься, где-то год назад фотошопом, и я поражен, конечно. 20 работ распечатывала целых». «Она очень старалась и все добилась, чего хотела. Мне кажется, она еще будет расти выше и выше». Заниматься рисованием Лера начала в 11 лет. Сначала изучала рисунок и композицию, а в 2018 году начала осваивать программу «Фотошоп». Конечно же, родители полностью поддерживали увлечение талантливого ребенка. «Мы очень гордимся своим ребенком, потому что помимо школы, и школы искусств, да, вот сейчас художественной, она еще занимается танцами. Еще, естественно, репетиторство и так далее. Поэтому очень много труда она вложила вот в эти работы, ну и любви, потому что ей действительно это нравится. Честно говоря, мы не ожидали вообще, что мы дойдем до этого уровня. Просто несколько лет назад ребенок проснулся утром и сказал «Я хочу рисовать». До этого не было никаких намеков. Я так рада, что мы нашли эту студию. Пришли к Баире Валерьевне, мы очень рады. Она довела нас до такой шикарной выставки. Честно говоря, она вложила столько труда в наших детей, любви. И сегодня мы очень рады, что мы можем представить вам наши работы, труд, так скажем, нашего ребенка. На самом деле это колоссальный труд. Мы видим, как она сидит днями, она может ночами проснуться, если у нее там вдохновение, и рисовать. Каждый ученик для Баиры Буваевой – это личность и особый мир. Наверное, поэтому дети добиваются таких успехов. В студии царит особая атмосфера, благодаря которой десятки мальчишек и девчонок могут увлеченно реализовывать свои идеи в рисунке, учиться разным техникам. Многие воспитанники Леонардика становятся победителями международных и всероссийских творческих конкурсов, а некоторые – студентами вузов по направлению дизайн. Такой путь выбрала для себя и Валерия. Полина Бевинова, Анатолий Коженбаев, информационная программа «День республики». В заповеднике в Калмыкии обустроят кордон пеликан для наблюдений за птицами. Это позволит туристам уделить больше времени знакомству с редкими видами пернатых, в том числе краснокнижными розовыми и кудрявыми пеликанами. На территории орнитологического филиала «Маныч-Гудила» появится модульный дом, где смогут останавливаться как государственные инспекторы заповедника, так и туристы. Объект построят на внебюджетные средства заповедника. Впоследствии планируется разбить на озере «Маныч-Гудила» юрточный городок для туристов. Хоккейная команда «Листа» приняла участие в турнире «Дружба народов», который проходил в Астрахани. За главный кубок возрастной категории 40+, состязались четыре команды, включая нашу. А также команды из Москвы, Пятигорска и Астрахани. Глава «Калмыки» Батухасиков поблагодарил организаторов турнира губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и все команды за вклад в укрепление теплых взаимоотношений среди народов России и популяризацию здорового образа жизни. О хоккее на юге России еще заговорят, во всяком случае, как о территории, где рождаются новые таланты. Для этого мы приложим необходимые управленческие качества и ресурсы. Уверен, что в итоге это благоприятно отразится на развитии регионов ЮФО и СКФО, отметил Патухасиков. Соревнования проходили по круговой системе. Команда Элиста продемонстрировала волю к победе и завоевала почетное второе место. Первые астраханцы. Москва на третьем месте. В Калмыкии возрождается и развивается традиционный вид спорта – конная стрельба из лука. В прошлом году в республике открылась федерация конной стрельбы из лука. Сейчас идет подготовка к республиканским соревнованиям, которые пройдут 27 марта. В планах в этом году провести еще не менее трех состязаний разного уровня. Уже известно, что в мае на Лестинском ипподроме пройдет Всероссийский турнир Кубок Победы, куда приедут топовые спортсмены со всей страны. Призеры и победители международных соревнований. Наша республика будет впервые проводить такие крупные соревнования по конной стрельбе из лука. Будем приглашать также ведущих спортсменов страны для проведения мастер-классов, тренировочных лагерей. Также в планах открыть две-три тренировочной базы в Лесте, так как много желающих заниматься этим по-настоящему традиционным видом спорта. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом обещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленые точки Ростелекома, на сайте Реакалмыкия в специальной вкладке и на официальном аккаунте в Instagram reakalm.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова